Взгляд немцы оправдывают свое доминирование в Европе Немцы оправдывают свое доминирование в Европе 24 марта 2015 года, 16-20 фото Текст, Антон Крылов Спор между Афинами и Берлинами за нацистского ущерба неожиданно быстро затух, зато скандал вокруг обложки журнала Спигел вышел на высший государственный уровень Меж тем авторы материала просто пытались понять, имеются ли основания для тех опасений и той антипатии, что вызывает Германия в Южной Европе Выводы таковы, четвертый рейх есть, но, чисто экономический Обложка немецкого журнала Спигел, на которой канцлер Ферге Ангела Меркель изображена в компании фашистских солдат на фоне Парфенона в Афинах Вызвало много шума по поводу допустимости подобных коллажей Все-таки ханжество в его европейском варианте временами поражает Любая степень богохульства, это нормально, а проводить параллели с национал-социализмом, сразу следует строгий окрик В результате редакция была вынуждена опубликовать специальное разъяснение о том, что эта обложка всего лишь пародия на то, как ряд европейских стран воспринимают Германию, и на то, как канцлеры изображают на карикатурах, в том числе и в греческих СМИ От Чарли Хептю до братьев Куаши никто разъяснений по поводу их обложек не требовал Да и Куаши вопросов не задавали, сразу перейдя к стрельбе Тем не менее, несмотря на провокационную картинку, текст В. Спигел оказался вполне миролюбивым Вопрос снят, проблемы остались и статья, и коллаж В. Спигел Были посвящены визиту нового греческого премьера Алекса Ципраса в Берлине требованиям Афин к Германии выплатить репарации за преступления и ущерб, причиненный во время Второй мировой войны 23 марта визит состоялся, и, как и полагали многие аналитики, риторика Ципраса в Берлине оказалась куда менее агрессивной, чем до этого в Афинах Ни о каких материальных претензиях речи не идет, минус заявил греческий премьер, добавив, что тема репарации несовместима с попыткой преодоления финансового кризиса на европейском уровне Сегодняшняя Германия не имеет ничего общего с Германией времен Третьего рейха, из-за которой пролито столько крови, минус подытожил он Меркель в свою очередь заявила, что считает полностью закрытой тему военных репараций, и выразила надежду на доверительное сотрудничество с Афинами Мы бы хотели видеть экономически сильную Грецию с растущей экономикой, минус сообщила она Возникает впечатление, что, обсудив заведомо невыполнимый вопрос о репарациях 70-летней давности, по современным проблемам канцлерин и премьер договориться не сумели Как передает РИА Новости, на совместной пресс-конференции по итогам встречи Меркель также сказала, экономические данные, которые предоставляет Греция, должны быть прозрачные Правительство Греции должно представить, какие реформы оно будет проводить и в какие сроки, когда будут проходить переговоры с кредиторами Я бы хотела, чтобы Греция была в еврозоне, развивала экономику, боролась с безработицей Это означает, что должны быть реформы Фраза очень напоминает программы некоторых политических партий «Мы за все хорошее и против всего плохого» От конкретного вопроса греческой журналистке, придется ли правительству в апреле выбирать, что платить, пенсии и зарплаты или долги в МВФ, или возможно будет выплатить и то и другое Минус-канцелярия ушла, заявив, что решение о выделении ликвидности принимает Еврогруппа после оценки, а не Германия Цепрас в свою очередь удивил журналистов, сказав, что приехал не за тем, чтобы просить финансовую помощь, после чего пустился в рассуждение о том, что Греция пять лет выполняла программу спасения, которая, по нашей оценке, не стала и привела к падению экономики «Мы потеряли 25% ВВП, получили социальные проблемы, такие как потеря конкурентноспособности, безработица, огромную безработицу среди молодежи, около 60% Пострадали в основном бедные К сожалению, пять лет программы не помогли решить ничего Остаются все проблемы, минус констатировал Цепрас Зачем приезжал то? Три рейха было, а четвертому не бывать Греческий премьер также осудил калаш из «Шпикл», назвав его примером стереотипов о греках и немцах, от которых надо отказаться Похоже, что Цепрас, как и многие журналисты, а также пользователи соцсетей, решительно осудившие калаш, не стал читать саму статью Действительно, текст довольно затянутый, с экскурсами в макро- и микроисторию и в стилистике европейских лангридов Но коллектив авторов явно не преследовал цель шокировать публику, а лишь хотел разобраться в сложившейся экономической ситуации Статья, озаглавленная «Четвертый рейх», что видят некоторые европейцы, когда смотрят на Германию начинается с эпизода из биографии 93-летнего депутата Европарламента от Греции Монолиса Глизоффа В 1941 году он сорвал с Акрополя нацистский флаг, а в наше время ведет борьбу с германским доминированием в Брюсселе Глизофф вспоминает текст 2000-й год, написанный Азефом Гиббельсом, в котором министр пропаганды размышляет о европейском будущем под нацистским руководством Гиббельс ошибся всего на 10 лет, минус говорит Глизофф, уточняя, что в 2010-м, в год финансового кризиса, Германия начала господствовать в Европе Минус так нагнетает обстановку авторы статьи В. Спигел Затем они переходят к цифрам. Германия имеет положительное торговое сальдо со всеми странами ЭС, за исключением Нидерландов, Ирландии, Словакии и Словении Кризис позволил Берлину начать доминировать над странами Южной Европы, констатирует Спигел Отдав должное экономике, авторы переходят к литературе и рассказывают о книге «Четвертый рейх», как Германия покорила Европу, написанной итальянскими журналистами В этом труде евро сравнивается с танковыми дивизиями былых времен, поскольку единая валюта, по мнению итальянских журналистов, выгодна только Берлину Многие итальянские политики разделяют эту точку зрения, минус отмечает Спигел От Италии авторы переходят к Франции, отмечая, что вряд ли страх перед немецкой гегемонией где-то сильнее, чем в этой стране, трижды за последние 80 лет сталкивавшейся с хотя бы частичной оккупацией И за последние годы германофобия сильно возросла среди представителей всего политического спектра Германию в первую очередь критикуют за навязываемую другим странам политику жесткой экономии, констатирует Спигел И снова переходит к цифрам С начала века профицит торгового баланса ФРГ вырос почти в 4 раза и теперь составляет 217 миллиардов евро Причем с одной только Францией, 30 миллиардов ни одна страна в мире не имеет такого профицита, утверждают авторы На самом деле они ошибаются, профицит торгового баланса Китая в 2014 году составил 345 миллиардов евро По мнению немецких экономистов, это вызвано тем, что после введения евро в 1999 году процентная ставка была зафиксирована между 3 и 4 процентами Для стран Южной Европы это было слишком мало и привело к экономическому буму с быстро растущими зарплатами и ценами Для Германии, наоборот, такие процентные ставки были слишком высоки, и работодатели были вынуждены держать зарплаты на низком уровне, что сделало их продукцию более доступной После этого, Спикел, углубляется в дебри истории, сравнивает все три ранее существовавших Рейха и в финале приходит к выводу, что доминирование Германии в Европе, сложившийся факт, но это доминирование чисто экономическое В военном плане Берлин куда слабее, чем когда-либо ранее Также журналисты призывают немецких политиков отказаться от поучительного тона в общении с европейскими коллегами, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций с нацистами Германия не настолько велика, чтобы решить проблемы третьих стран при помощи денег Но ей надо демонстрировать величие, точнее, великодушие Сила и величие иногда могут демонстрироваться через игнорирование неуместных сравнений или через их элегантное опровержение Минус резюмирует Спикел В результате эта огромная статья, 13 экранов, как и переговоры Меркель и Ципраса, оставляет больше вопросов, чем дают ответов Авторы пытаются убедить Европу в том, что нынешняя Германия не опасна и не агрессивна Но, с другой стороны, понятно, что избавляться от своего гигантского торгового профицита Берлин не намерен От того, что немецкие политики станут более вежливыми, экономические проблемы Греции, Италии и Испании никуда не денутся Евросоюз находится в структурном кризисе Для его южной части это еще и кризис экономический Но вместо того, чтобы заниматься решением первоочередных проблем Лидеры стран Европы зачем-то участвуют в совершенной ненужной финансовой и политической войне против России Закоперщик и выгодополучатель которой известен – Вашингтон До тех пор, пока это мнение не станет консенсусным Противоречия будут раздирать Евросоюз на части Несмотря на всю экономическую мощь Четвертого Рейха Текст – Антон Крылов Противоречия будетn åтихать Евросоюз на части В abrircessы